Среда 30 октября принесла в Тверь первый снег и мороз. Последствия не заставили себя долго ждать. Утром в среду поступило сообщение о перевернувшемся пазе 205 маршрута на улице Димитрово. По первоначальным данным пострадали три человека. Одну из женщин извлекали из салона сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области. Извлекали женщину? Женщина как, серьезно пострадала? Женщина пострадала, у нее похоже повреждена рука. Валер, что еще повреждено у нее? Ключица. Ключица рука. Разбили лобовое стекло, извлекли женщину, перевожили в скорую. Около 10 часов утра на улице Димитрово произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса не справился с управлением, совершил опрокидывание в Киеве. В результате ДТП пострадало три человека, тяжелых пострадавших нет. В рамках проведенной первоначальной проверки установлено, что водитель покинул свое рабочее место, убежал с места дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент осуществляется рост водителя. Маршрут принадлежит, эксплуатируется одним из предпринимателей, у которого достаточно большое количество транспортных средств. Однозначно в ближайшее время начнутся проверочные мероприятия в отношении данной организации, которая принадлежит автобус. Спросить у водителя, как и почему так получилось, нам не удалось. Водитель паза скрылся в направлении поселка Литвинки. Говорят, пассажиры оказали водителю первую медицинскую помощь, и он сразу же ушел. Первый раз утанкивал, вырвал, потом через 10 минут. Именно из-за гололеда? Да, нет. За туку. За туку. Надо сделать. С боковой ветер. В связи с тем, что место ДТП – это открытое место, произошло обледенение дорожного покрытия. Дорожной обработки в настоящий момент здесь не было. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственных дороги. Дорога этим утром действительно была покрыта слоем льда. Но, согласно пункту 10.1 правил дорожного движения, водитель обязан учитывать при движении состояние дорожного покрытия и погодные условия. Но, видимо, не учел. Спустя несколько часов, когда мы встретили водителя в ГИБДД, куда его доставили после задержания, ответа на наши вопросы мы так и не получили. Вы были за рулем, да, маршрутки? Я по-русски говорю плохо. Это переводчик, это камера. Я понимаю. Нет, подождите, подождите. Вы руками это не трогаете. Руками трогать не надо. Подождите, вы скажите, вы попали в аварию сегодня? Авария – слово знаете? Да. Да. Почему вы ушли с места? Почему? Это машина, камера есть. Видеорегистратор есть, да, вы хотите сказать? Да, да. Там все видно, да? А почему вы не остались на месте-то? Куда вы пошли? Это, в первую очередь, есть авария. Я говорю, нету, плохо. Нет, как аварии нету, вы хотите сказать? Не было аварии? Я вас просто спросила, почему вы ушли всего лишь навсего? Ну, если вы плохо говорите по-русски, как же вы тогда за рулем маршрутного такси работаете? Аварии с маршруткой заинтересовались сотрудники регионального следственного комитета. С целью установления всех обстоятельств, произошедшего, изложенных в средства массовой информации, следователям Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА